Будем говорить о Матери Мира. Что можно вкладывать в понятие Матери Мира? В Матери Мира можно вкладывать понятие, как, ну скажем, одного подуса, женского подуса, космоса. Да. Что значит? Что это значит? Она, во-первых, она, во-первых, так величайший разум. Она жена существо женского начала. Настолько высокая по сути способностям, что нам трудно представить. Она глава иерархии света нашей Солнечной системы. Ее души, ее энергия, ее духовная энергия, ее разум охватывает всю Солнечную систему. Она правит ей. Она знает, что и как, какой планете, что она нуждается и помогает в строительном движении планеты. И та энергия, она двигается энергией космического пространства. Она невероятно велика и сильна. Она, одно ее приближение, без всякого умысла, заставило преподобного Сергея падать чуть не замерзло. И в таком состоянии величия ей, как бы сказать, трудно было бы сноситься с отдельными людьми. А для этого она имеет персонификатором. Как вы понимаете слово персонификатор? Или для вас это слово новое? Нет, слово не новое. Но здесь можно тоже рассмотреть, как дифференциации женского начала, но с более грубой энергетикой, чтобы воспринимать можно. Да, 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 да. Это они очень высокие в духовном сущности, ну, мужчин и женщин, как сказать так. Но они, их можно назвать порождениями, вернее говоря, даже олицетворениями женского начала матери мира, как сказать. Они все творениями, ими сущностями, которые выросли под лучом Матери Мира. Она специально выращивала своих представителей. Такие существуют в космосе и выполняют возложенные на них функции, в том числе и сносят с людьми. Так, к чему я все это говорю? Мы говорили о Матери Мира и о Владыках. Да. Так вот, Матерь Мира, ее распоряжение находится, я бы сказал, в грубо говоря, в материальной части космоса. Психистической энергии, космической энергии, все это энергии тела Великой Матери Мира. Альфред Петрович, а вот о Владыках Шамбалы, что можно сказать? Знаете, сами запретные, я бы сказал, вопросы, как сказать, о них, о некоторых, как сказать, кое-что известно, о некоторых очень мало известно и забыто. Владыки Шамбалы, что можно сказать, когда назрело предвидение предательства Люцифера во время третьей расы человечества, Владыки и великие духи из Юпитера в числе 7 и 8 спустились на землю, чтобы оказать ей помощь. Вот эти великие духи, это те, которых в тайной доктрине называют, сейчас, сейчас, кумары, вот, 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 вот эти шамбалы, кумары, это вот ядро нашей иерархии света на земле, это ядро шамбала. И среди них был величайший, а величайшим был тот, которого теперь называют Владыкою М, и который менее стоит в углове Шамбалы. Вот эти северов и начали работать на земле, у них появились сотрудники, и таким образом создалась иерархия света нашей планеты. Но, надо сказать, вы читали Клизиловского? Читал, но не все. Ага, а, да, мне надо брать, вопрос забрать. То, по существу, устройство иерархии света, шамбалы, и вообще является космической тайной для нас. И величайшим, да, в одном из своих посланий об этом говорят и рекомендуют для того, чтобы думать о иерархии света, думать о ней по схеме, предложенной Клизовским. Тайна, как истинно построена наша иерархия, будет раскрываться нам самим, когда мы поднимемся в следующий ступень, в иерархический ступень восхождения. Спасибо. Но я был вынужден настолько коротко сказать, что для вас эти вопросы не очень-то, наверное, ясны, прояснились. Об этом существуют материалы, которые в свое время должны прийти в ваши руки. Да. Осуществуют... А про себя хочу хоть добавить что-нибудь. Всеми мерами нужно поджимать все нравственные чистоты последовательности. Люби. Я любил себя. Сейчас... По существу можно сказать, что эволюция человечества, это есть эволюция любви. Начальная любовь, зверинное животное, для которой все женщины, для мужчины одинаковые, для женщины и все мужчины одинаковые. Это самый нищий ступень. Это самый нищий ступень. Оверинок как души в одну. Оверинок. Оверинок должен. Сейчас, сейчас, сейчас. Искусство, творчество народа. Если любовь к народу находится в очень низком состоянии, как удовлетворение животной страсти, то и искусство у этого народа будет находиться на низкой ступени. И в творче своего быть низкого пошиба. Можно сказанному найти блестящее доказательство. Возьмем русскую революцию. Возьмем русское искусство до революции. Я как раз был свидетелем. Не было, я видел, успел ухватить конец старой, вот, царской России и все другие. Перед революцией, октябрьской, перед революцией русское искусство процветало. Среди русских писателей, поэтов, композиторов появлялись очень талантливые люди, которые внесли большой вклад в культуру. И все это, да, журналы имели чудесно красивое содержание. Были поэты хорошие, ну, глубоко признали, Бальмонт, Балфишайки, Клюев. Много было сейчас писателей, прозаики хорошие. И все это смело революции. И послереволюционный министратурный герой стал совсем другим, не таким привлекательным и не таким высоким, как революционный. И на этом именно то, что революция поставила, обидвинула, обидвинула, как сказать, свобода, это Бог. И свободный Бог понимали, как свободное совкупление мужчин и женщин в любом месте, в любое время, когда вздумалось. И с кем-то могло. Я сам помню, как в эдутии началось, как началось блядство буквально, как началось страшный разврат. Как люди сбросили с себя, стереживающие начало, стереживающие начало цель и другие морали. И стали просто-напросто и животными. И все это же моментально складалось на искусстве. Ой, об этом существует прекрасная литература. То есть, прекрасная литература. Всеми мерами учений агни-йоги Говорит, что в самом половом акте нет никакого греха. Он, естественно, в требовании природы, должен быть, как всякий, никакого греха нет. Но он не должен быть израстом. Может им больше удивить ему столько, сколько нужно для продолжения человеческого рода. А основная половая энергия должна тратиться на творчество. Энергия, которая дается человеку, одна. Она не тратится на производство потомства, и она же на строительство жизни, на все. Тот, кто дает воду сам акт половой, Акт, при котором создается новая жизнь человечества. Агни-йога называют священным. Он называет увлажение. Но темные их силы превратили его в исказивных предмет наслаждения, и теперь пользуются сильное разрешение человечества. Именно творческую энергию будут употребить в той мере, какое-то желательное, можно употребить его на совокупление, для создания себе потомства. Это твое право, твое призвание, никто за это не может увлекать. Натратить всю половую энергию на половицу окупления, то же преступление против природы. Человеку не остается энергии для совершенствования, для творческой работы, и он сам впадает в инволюцию. Да, да, да. Разлагается. А как понимать тогда факт с Есениным? Говорят, он был очень любвеобильным по отношению к женщинам, он писал прекраснейшие стихи одновременно. Кто-кто? Есенин. Это исключение, что ли? Нет, никакая исключенность. Именно все творцы могут быть творцами, только если они богаты половой энергией. Потому что иначе нечем созидать. Разве я про Пушкина мало рассказывал, насколько он был так развратен. Это говорит о том, что у него творческой энергии было очень много, и он недостаточно ее обуздал. Если он меньше пользовался бы, как сказать, ее, как сказать, ну, сладостной частью, то он создал бы гораздо больше и лучше. И если Есенин не разбазаривал бы своей энергией по бабам, то он создал бы чудесные вещи. Вот. И то, что создано в каждой силе евроискусство, это именно есть плод, плод половой энергии. А половые энергии можно обеззывать в действиях, что такое, через женщину. Поэтому... А женщина, назначение женщины творить через мужчину. Женщина должна вдохновлять мужчину на творчество. И вот те мировые шедевры, искусство, как в музыке и всюду, какие у нас сохранились, все... За каждым этим шедевром, кроме ее создательной мужчины, стоит тень женщины, о которой мы иногда знаем, а иногда и нет, не узнаем ничего. Но без женщины этого шедевра нельзя было бы сотворить. Мужчины, женщины, это, по учению, это творческая батарея. Это творческая батарея. А в творческой батарее сила тока зависит от самого слабого подыша. Не так? А? Да. Так? Так вот, мужчина уезжает, женщина лишает права. Он ослабляет ее, этим он лишает себя. Творческого тока, который женщина могла дать ему. Поэтому женское равноправие это правие одно из самых нужных вещей в новом мире. И когда женщине будет дано полное право, творчество мужчины этим усилится, и самой женщине, и прогресс пойдет быстрее. Женщина творит через мужчину. Если не было любви, то мужчина шедевра не создаст. И вот я с большим интересом в биографиях ученых и художников и писателей и всю эту женщину, которая пыталась интенсивно компостивом. Все эти листья я пытался передать более простым языком, но не знаю, как это удалось. Но каким образом я считаю, я написал «Если я любовь». Я иллюстрировал, как молодой художник пишет, написал, и получилась холодная, никого не убеждающая вещь. Как потом он влюбляется и получается нечто убедительное и сочетательное. При этом, при этом, я все и дал невысокское объяснение, что такое это было. Я видел тайную доктрину и подумал, кто же ее толстые тома будет читать? А потом, где же люди возьмут эти толстые тома? их нет в продаже, они стали уникальными. Откуда люди получат возможность познакомиться с Агниевой, с ее идеей? И решил, что для этого нужно написать короткие, разные рассказы, все понимаете, с людьми. И я приступил к этому. И вот скажу, что это не по-жедно. Не по-жедно.